Не каждый может смотреть в будущее, а вот Eternity может. Друзья, всем привет, с вами Эдрей Погорелый. И сегодня я хотел бы поговорить про ICO, которое, к сожалению, уже закончилось. Тем не менее, закончился один из этапов, то есть у вас еще будет возможность инвестировать. Суть проекта в чем? Суть проекта, на самом деле, я пытался долгое время вкурить. В чем проблема, в чем суть этого проекта. И поэтому так долго вам не выкладывал видео. Хотел сам сначала разобраться. Тем не менее, под последние минуты я, в принципе, вложился в данные ICO. И вот почему конкретно хотел бы вам рассказать. Eternity это проект, на самом деле, я бы сказал, для понимания широкой аудитории очень сложный. То есть, это проект, я бы назвал его, проект под названием Blockchain 3.0. То есть, совершенно новый вид блокчейна, который позволяет, с моей точки зрения, что я здесь выучил, прочитав вайтпепер, позволяет интегрировать множество абсолютно разных сервисов, да, из реального мира в технологию блокчейн, да, использовать технологии блокчейн. То есть, это некая платформа, которая позволяет людям быстро реализовать свои проекты из реального мира, да, прогрузить его в блокчейн и использовать преимущество блокчейна. Причем, эта технология, она намного более усовершенствована, чем тот же ETH и тот же BITCOIN. То есть, исключены проблемы с очень лимитированным блоком, да, в который помещается определенное количество транзакций. Из-за этого сейчас наши транзакции в BITCOIN очень долгие и очень дорогие. Недавно, по-моему, транзакция превысила 5 долларов за транзакцию. Это вообще никуда не годится. Она использует технологию эфира для создания разных приложений, сайтов, там, программ разных и так далее. То есть, на ее основе можно много-много-много всего делать. Плюс очень мощный какой-то алгоритм дистриализованных оракулов, который вычисляет, ну, в общем, вычислительные мощности разные, так понимаю. Много чего могут, скажем так, вычислять из реального мира, куча данных обрабатывать и так далее. Алгоритм Proof-of-Work, Proof-of-Stake. То есть, сначала идет майнинг, потом у нас Proof-of-Stake идет, ну, когда у нас подтверждение долей, да. Когда чем больше у вас этих самых монет на счету, тем больше, по сути, ваша важность в сети. И больше вы получаете дополнительное вознаграждение в сети. Ну, и самое важное, отличие от BITCOIN полностью, конфиденциальность. Любые, ну, платежи, которые идут, они абсолютно никому не показаны. То есть, никто не знает, что кому вы отправили. При этом безопасно все, и стоимости, как таковой, за транзакцию ничего нет. Потому что, ну, специальные технологии у них есть, Тюринг, в общем, это вот так оно называется. Здесь очень много, когда вы перейдете на сайт, да, ссылочка, все будет в описании. Здесь очень много разных будет терминов и так далее. Технологии, которые они используют, на самом деле поражают. То есть, очень много всего. И я вначале сказал, что единственное, сразу не понять, не вкурить, что это за проект, для чего он. Но когда я, наконец-то, разобрался, я понял, что это очень крутая штука. И в основном это решение для IT-сферы, для бизнеса и так далее. То есть, для тех людей, которые специализируются на том, чтобы создавать продукты для массового потребителя. То есть, по сути, это для бизнеса такое решение, я бы сказал больше. Но при этом, при всем, пользователи тоже могут спокойно в этой всей платформе, да, где будут социальные сети, приложения, разные, ну, то есть, те ресурсы, которые вы привыкли видеть в реальной жизни. И все это может переместиться на технологию блокчейн через Eternity, да. Все-все-все с мира реального в мир виртуальный блокчейн. То есть, вот такая штука действительно поражает. Они, видно, что у них в маркетинг заложено, как они называются, просвещение, да. То есть, они будут разные организовывать семинары, там, не знаю, хатаконы, возможно. То есть, даже у них будет фонд-инкубатор, чтобы на их платформе делали разнообразные приложения, разнообразные сервисы. Например, Quaves сейчас делает, да, Саша Иванов, он делает ICO-инкубатор совместно с кем-то там, по-моему, да, где люди могут на платформе Waves разрабатывать свои разные сервисы, приложения, ICO проводить и так далее. То же самое будет у Eternity. Я считаю, что это очень перспективно, потому что это не просто ICO, это куча-куча всего можно здесь, в общем-то, организовать. И при этом это усуществленный блокчейн, усуществленные смарт-конкраты эфира. Решается проблема анонимности, решается проблема быстрых транзакций бесплатных, да, блоков, да, переполненных. То есть, все-все-все здесь понапихано, можно почитать, у них тут вайпепер есть, да, там, где я его, не помню, открывал. Ладно, уже закрыл. Там много-много-много всего. И команда довольно-таки большая, и я чуть-чуть пробежался, в принципе, довольно-таки технарей у них много, это хорошо. Плюс они набирают еще других ребят, вот. Чтобы не пропустить, друзья, новое SEO, рекомендую здесь на ML подписаться, очень важно, да. У них очень классная идет работа по социальным сетям, смотрите, сколько всего у них есть. Сообщество тоже довольно-таки активное, да, то есть, видите, что лайки есть, какие-то движения, обновления постов тоже есть, очень довольно-таки быстро. Ну, много постов всяких. То есть, такая площадка, ну, реально мощная, я бы сказал, что потенциал роста у нас, вот данного токена, когда он будет, да, он, по-моему, уже что-то на прицеле бежит, что-то есть, по-моему, да, он может реально, я думаю, в свое время выстрелить, как и стратис, да, там, 10 тысяч процентов дать или что-то даже больше. Крутая технология, крутая команда, много всего тут, просто заходите и считайте, много всего. По поводу краудсела, ICO, они недавно завершили вторую фазу, так, вторую фазу, секундочку, так, компания, а, вот она. То есть, сейчас у них стоило один эфир, они принимают в эфире, по-моему, и, по-моему, биткоина. 700 токенов Этериум, ой, Этериум, Этернити за один эфир отдается. Вторая фаза прошла, они собрали 23 миллиона швейцарских крон, по-моему, когда так называется эта валюта. Поправьте, если не прав, 121 тысяча эфира, 328 этих самых BTC и выдали вот 139 миллионов токенов своих, да. И это была первая фраза, извиняюсь, а вот вторая фраза, тут немножко меньше собрали, но, тем не менее, уже, видите, больше людей вложилось сюда. Я сюда тоже успел вложиться, примерно на 20 эфиров, и... потому что мне очень понравился проект, буквально последние минуты. И что хотел сказать? Хотел сказать, что сюда вложиться тоже нужно понимать как. Так, поскольку сделана эта штука, насколько я понял, на эфире, то здесь нужно использовать при пополнении вот этих вот, при участии в ICO, да, нужно будет, чтобы вы имели доступ к кошельку, да, чтобы это был не просто кошелек на биржах, а чтобы кошелек, с которым вы пополняете эфириумом, либо же биткоином, чтобы вы имели доступ к приватным ключам. То есть, по сути, это банально тот кошелек, который вы можете скачать на компьютер, который у вас, ваш кошелек, да, который вы знаете, приватные ключи, а не биржи, там, где биржа знает приватные ключи. Если вы отошлете с биржи сюда деньги, то они могут пропасть, поэтому внимательно, когда будете участвовать, обязательно я сейчас вам покажу, с каких кошельков можно деньги сюда внести, да, в будущем, да, когда будет третий этап. Ну, во-первых, подпишитесь, да, вот на рассылочку, чтобы, там, точнее, на предыдущей странице, на рассылочку подпишитесь, чтобы не пропустить следующий этап. Я думаю, что будете очень сожалеть, если вы пропустите вот сюда вот. А во-вторых, с каких кошельков можно оплатить потом в будущем краудселл? Можно вот, например, в биткоин зайти, в биткоин кор, да, в разработчике, тут у них есть разные кошельки. Я рекомендую биткоин кор скачать, и отсюда можно будет потом отправлять деньги им туда, и получить токены на свой кошелек. Можно еще MyEtherWord, онлайн тоже, тут нужно его зарегистрировать очень быстро, и потом указать его, на него прислать эфиры, и с него уже прислать эфиры на краудселл. Можно использовать кошелек ЯКС, он есть, по-моему, оффлайн и на телефон, если не ошибаюсь. Можно использовать кошелек Exodos. Exodos классный кошелек, он есть, по-моему, только на компьютер. Даже тут есть, кроме эфира и биткоина, еще Augur, Dash, Doc, Decret, Golem и Litecoin. Я, например, пользуюсь именно этим кошельком, но очень удобный, быстрый и технологичный, и много разных способов его защитить есть. Можно еще холодные кошельки, так званые. Это LedgerWord, можно использовать Trezor и прочую, в общем-то, штуку. Вот, то есть, главное, чтобы вы понимали, что кошелек, чтобы он был у вас там на компьютере, на телефоне, чтобы был в виде устройства, а не на биржах. На биржах не работает. Ну вот. Вот и все, хотел что рассказать. Тут еще есть Bounty программа у них. Да, можно... Там они за что? Сейчас, подождите, ниже, по-моему, Bounty. А, вот Bounty. То есть, можно переводить, переводы делать... Не помню, по-моему, переводы уже... А, закрыта компания. Блокпосты закрыта. Вот, у них подписи на форуме, да, у них работает компания Bounty. Кто не знает, Bounty это вознаграждение за какие-то пиар, распространение пиара у этой компании. А у них, по-моему, есть даже, если не ошибаюсь, где-то на Medium, да, у них даже есть, по-моему, какой-то топик, там, где рассказано конкретно по фазам, какие у них Bounty сейчас идут, какие уже прошли. Я, наверное, тоже ссылочку оставлю в описании. А, вот, по-моему, Bounty. Давайте зайдем сюда. Вот, Wiki Bounty Campaign. Вот, заходим сюда, и вот, пожалуйста... Стоп, где? Странно. Ладно, я вам потом вышлю ссылочку, друзья, и, точнее, в описании вы найдете ссылочку на Bounty от Ethereum. Там, да, такие нормальные не Bounty получаются. У кого нет денег, да, чтобы вложиться в Тотин, может поучаствовать в Bounty. Друзья, пожалуй, это все. Еще раз резюмирую все сказанное. Ethereum непростая платформа для понимания. Очень непростая, она, конечно, сложная, она рассчитана больше на технорей, на айтишников, на тех людей, которые... Разрабатывают какие-то решения для бизнеса, да. Но, поверьте, потенциал у нее гигантский, реально очень гигантский. Я вижу, что они развиваются очень активно и... Ну, да, и могут, ну, сравняться по капитализации с теми же... С теми же Stratis'ом, Wings'ом, Waves'ом, Ethereum'ом и так далее. То есть, очень интересная технология. Вот, все, на этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте, что у нас в описании под видео вы можете найти группу, где мы общаемся. Там более 200 тысяч человек. Также там есть чат новостной, где мы конкретно указываем, какие валюты покупать. То есть, указываем новости, которые могут повлиять на стоимость той или иной валюты. Также у нас есть услуги по групповому обучению по криптовалютам. Тоже ссылочку на эти в описании. Ну, и чат для майнеров, для тех людей, которые манят, которые любят добывать золотое, цифровое... Цифровое золото 21 века. Все, друзья. Спасибо за внимание. Ах, да. Всегда забываю по поводу криптовалюты, которую можно сейчас выставить. Сейчас посмотрю. Друзья, на мое скромное мнение, я очень рекомендую вам присмотреться снова к Ripple. Ripple, конечно, сейчас ругает все. Кому не лень. Я, ну, почти из 10... Десять, наверное, из 10 людей, с которыми я общаюсь, ругает Ripple. Потому что они в свое время хорошенько вложились. Теперь все идет на нет. Но, на самом деле, когда все начинают отказываться от какой-то валюты и уходят с нее, да, и она начинает сильно проседать, вступает в игру большие киты, большие игроки, которые эту валюту могут резко закупить. Потому что она на низах. Соответственно, мне кажется, что в данный момент у нас один из самых лучших моментов, когда можно закупиться Ripple. Если вы еще в Ripple не вошли. Закупайте, опять же, повторяюсь, я не даю вам инвестиционные советы. Да, это просто мое личное видение. Но, тем не менее, Ripple, та монета, которая, в принципе, поскольку сейчас капитализация 10 миллиардов, она может вырасти в два раза, в принципе, там, в неделю легко. Она может это сделать, потому что другие валюты сильно растут, и у Ripple довольно-таки потенциал еще не до конца оправдан. Единственное, что меня смущает, то, что то количество монет, которые до сих пор зарезервированы в холодных хранилищах разработчиков. Это, конечно, немножко опасения вызывает. Тем не менее, поверьте, скачки по Ripple еще далеко не закончены. Поэтому вот такая вот интересная моя рекомендация. И за репост тоже спасибо, за подписку, кто еще не подписался. И до встречи в следующем видео. Всем удачи!